привет сегодня я проснулась и решила что мне просто необходимо снять видео про свой уход потому что я слишком видимо давно этого не делала и сегодня встала с этой мыслью поэтому несмотря на то что были другие планы решила что надо сесть и записать для вас ролик ролик будет называться осенний зимний уход и я расскажу вам про те актуальные средства которые на сегодняшний момент я чаще всего использую это будет рассказ скорее про мою капсулу потому что вы знаете что я очень много продуктов тестирую естественно у меня средства какие-то меняются какие-то я допустим откладываю беру другие да и так далее поэтому речь сегодня пойдет про ту базу которую я называю своим основным уходом и вот в эту базу я уже могу добавлять какие-то дополнительные опции соответственно меняя средства каким-то образом их комбинируя и так далее поэтому если вам интересно узнать про уход за кожей осенне-зимний в рамках погодных наверное до нуля градусов и у меня нормальная кожа поэтому все те кому это актуально и интересно обязательно оставайтесь со мной я начну вкратце опять-таки напомнив о том что кожа моя нормальная чувствительная чувствительная она бывает иногда на какие-то продукты на сочетании ингредиентов бывает иногда повышенная чувствительность на погодные условия в частности на смену погоды когда она меняется например становится более ветреной более прохладной я начинаю ощущать некий зуд некие какие-то аллергические проявления иногда бывают покраснение и так далее поэтому у меня всегда есть какие-то спасатели в уходе которые я использую и имея в своем уходе понимаешь что моя кожа именно такая я сейчас скажем так делаю ставку естественно на какие-то активные элементы на активные компоненты использую активный кислот и ретинол и всегда начинаю с качественного очищения потому что считаю что очищение это самое важное что вообще может быть в уходе потому что если у вас нет вот этой базы качественной то все остальное что вы делаете с кожей в принципе не так важно поэтому очищению быть очищение у меня двухэтапная и я использую сейчас масло от компании белив я не фанат компании белив скажу сразу меня нет какой-то сильной любви с ними потому что я пробовала много и считаю что средства стоит слишком дорого для того качества которое они имеют то есть это примерно уровень качества опью из того что пробовала я гидрофильное масло это единственное средство которое мне понравилось понравилось в первую очередь потому что она действительно выполняет свою функцию гидрофильного масла выполняет его на 5 и эта версия нормальная от нормальной до сухой кожи называется enriched выглядит она так я не знаю если какие-то другие гидрофильные масла у компании белив но с этим случайно совершенно познакомилась я его приобрела все фори думаю что в любой сифори даже в российской вы сможете найти сейчас этот бренд но не стоит хвататься за все что вы увидите я знаю что американские блогеры очень активно рекламируют этот бренд но мне кажется что это примерно как история с реше ну то есть если ты ничего не используешь и вдруг как праймер нанес неплохо увлажняющий крем он будет действительно хорошо увлажнять твою кожу я думаю что вы поняли о чем я говорю это мой вечерний уход и мы с вами соответственно плавно переходим ко второму этапу я сейчас на самом деле совсем вот недавно стала использовать вот такое масло от неё жен но пока не готова поделиться мнением просто покажу что она у меня есть это относительная новинка с центеллой вот так вот выглядит вся линейка для чувствительной кожи в первую очередь подходит очень интересный состав 300 миллилитров приятная вчера был первый затест и масло действительно показалось очень приятным после масла я всегда использую пенку для умывания сейчас фаворитах вот такая вот от ланейш это их отбеливающая серия и на самом деле здесь нет каких-то страшных компонентов которых вы можете опасаться когда слышите слово отбеливающий я использую это средство с большим удовольствием она немножко такой кремовая по текстуре и она практически не пенится имеет приятный аромат оставляет кожу очень мягкая очень хорошо очищенной но при этом нет ощущения вот до скрипа это очищение вечером после этого иногда иногда это не чаще чем два раза в неделю я могу использовать очищающий скраб сейчас у меня один единственный скраб вообще моей жизни скрабом места нет я обычно использую скатки но могу сказать что вот этот скраб от компании дермо е меня покорил в первую очередь тем что он абсолютно не оказался каким-то термоядерным для моей кожи он сейчас выглядит по-другому он продается на херб и я могу сказать что это то средство которое стоит ваше внимание однозначно учитывая его стоимость он сейчас называется по моему кремовый крем как-то так отшелушивающий крем я оставлю ссылку на это средство внизу на все те средства которые я могу указать где можно приобрести я постараюсь найти ссылки остальные продукты как вы знаете все можно приобрести в моем магазине поэтому я никогда не оставляю ссылки оставляю только ссылку на свой инстаграм поэтому не обессудьте значит здесь скраб который содержит витамин е в составе и он действительно очень кремовый плюс он идеально очищает поры это просто то средство которое их не расширяет но наоборот подсуживает очищает и этот эффект является накопительным то есть чем чаще ты его используешь тем более качественным становится уход поэтому мне это средство очень нравится единственный запах у этой линейки конечно довольно проблематично для меня но я как-то уже смирилась либо вместо этого скраба то есть я чередую все эти процедуры я могу например один раз в неделю использовать скраб и два раза в неделю использовать следующее средство или соответственно наоборот но где-то три раза в неделю у меня есть вот такая вот механическая кислотная эксфолиация это пилинг от компании philosophy я вам его уже ранее показывала у меня есть видео про кислоты если вы не смотрели то я оставлю ссылку внизу и это что-то типа микродермабразия здесь два этапа эта вещь достаточно дорогая поэтому я не навязываю и и не говорю что срочно бегите но если есть финансы это то что может заменить в принципе качественный пилинг но такой не естественно не глубинный неглубокий да а такой поверхностный пилинг но у косметолога потому что результат который вы получаете он просто нереальный это вот такая вот паста которая в составе имеет скрабирующие частички они очень мелкие похожи на песок вы наносите сначала вот эту вещь здесь есть витамин c в составе наносите его немножко массируете и потом наносите вот эту вещь это вторая стадия она что-то типа активатор наверное называется здесь молочные салициловые кислоты гелевая такая текстура выглядит следующим образом и после того как вы наносите вот эту штуку она начинает пенится и соответственно появляется некая тепловая реакция в следствие взаимодействия этих двух фаз примерно на минуту я использую это средство то есть делала такие вот массирующие движения оставляя потом его где-то минуту на 3 на 5 с на кожу уже привыкла могу пять минут с ним быть и после этого я смываю кожа просто не реальная после использования на гладкая на мягкая она идеально чистая я с удовольствием повторю эту вещь но тогда когда у меня закончится запас всех моих банок это думаю что будет уже на следующий сезон я сейчас жду гликолевый пилинг от этого бренда будет мне очень интересно его попробовать после подобных процедур я люблю использовать какие-то очищающие маски сейчас у меня их на самом деле довольно много и в инстаграм вы можете видеть stories довольно часто когда я показываю разные маски когда я их использую делюсь впечатлением но если вы не видели если у вас нет инстаграм то я вам здесь покажу самые свои любимые очень люблю вот эту маску от компании когда ли она называется detox я ее использую на самом деле чаще всего утром но иногда бывает использую после подобных очищающих процедур смотрю по состоянию по состоянию по желанию по времени если она есть если есть то использую а поэтому это все-таки немножко но в моем случае уже интуитивно происходит то что я уже примерно понимаю да когда мне надо когда мне не надо использовать но могу разделить на два дня условно один день одно другой день другое но если вы только начинаете я всегда рекомендую делать отшелушивание очищения в один день как вот некий такой ритуал вот эта маска всего за пять минут способна улучшить цвет лица и очистить ваши поры очень клевая на глине прекрасно работает стоит своих денег просто до последней капли здесь 75 миллилитров и она поверьте мне отработает все свои рубли которые вы на нее потратите и очень люблю аналогичную маску с гликолевой кислотой редко их использую вместе вот с какими-то кислотами то есть чаще всего использую после скатки скатку просто я давно уже почему-то не брала в руки но могу сказать что скатки тоже люблю просто сейчас какой-то у меня не период скаток и вот потом я люблю вот эту маску наносить она содержит гликолевую кислоту немножко может пощипывать когда вы ее используете у нее очень приятный аромат она кремовая пахнет виноградом я вообще обожаю запах кодоли мне как-то он не знаю напоминает какие-то мои приятные наверное минуты когда я была увлечена этим брендом и хочу сказать что эта маска очень хорошо придает сияние кожи я назвала бы ее наверное аналогом маски от компании ren которая прекрасно тоже работает как кислотная маска здесь еще и очищение более интенсивная поэтому тоже очень очень достойный продукт и совсем недавно у меня появилась маска от компании не уже эта маска очень странно я пока не готова с ней пока не готова сделать какой-то вердикт в отношении этого продукта и сказать что вот она точно идеально но после первого использования у меня были впечатления серии вау 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 как круто и вообще я хочу ее снова использовать потому что поры стали просто вообще их не стало то есть она как ластика все подстерла потом обязательно с вами поделюсь более каким-то подробным мнением это очищение после очищения я всегда использую какой-то кислотный тоник сейчас у меня такая такая эра настала когда я люблю использовать педы педы пады все по-разному называют у них достаточно много я писала про них instagram про те которые у меня сейчас есть в использовании самые любимые из кислотных на сегодняшний момент вот такие вот компании wish формула называются они day day 365 они довольно термоядерные они довольно активные здесь несколько видов кислот витамин с здесь есть увлажняющий компонент и есть спирт что делает форму достаточно такой жесткой скажем так поэтому если кожа чувствительная во-первых не советую каждый день эти педы использовать а во-вторых не советую наносить их после душа однозначно на распаренное лицо этого делать не надо поэтому аккуратнее с ними но если вы не новичок если вы довольно давно пользуетесь кислотами я думаю что вам будет интересно с этой вещью познакомиться я протираю лицо и шею и после этого оставляю кислотные тоники или педы примерно на 15 минут поработать затем я использую увлажняющий тонер на сегодняшний момент из моих любимых тонеров могу отметить вот такой вот от компании make pre это вилы в мосту и тонны и этот ли тонер относится к линейке сейфми которая идеально подходит для чувствительной кожи он прекрасно работает как увлажняющий тонер он идеально увлажняет у него нет вообще никаких на сегодняшний момент недостатков прекрасный продукт который заменяет мне на сегодняшний момент очень часто даже эссенцию я его наслаиваю в два-три слоя наношу и потом могу по желанию если мне хочется я наношу еще эссенцию из эссенции у меня сейчас вот такая вот от хиджи я ее пробовала уже ранее просто отложила и сейчас вот вновь взяла я закончила баночку версии fresh у меня к слову все три есть эссенции это классическая all-in-one называется она выглядит вот так и в принципе она меня абсолютно устраивает она дает дополнительное увлажнение очень похоже по функционалу с продуктом новинка от компании косы рекс рассказывал в прошлом видео про нее и хочу сказать что они действительно что-то делают то есть вот если вам по ощущениям не хватает увлажнение вот такие продукты могут очень хорошо немножко знаете поставить точку я бы сказала во всем уходе и чуть-чуть и добавить вот этого увлажнения вашей кожи так а здесь мы с вами разобрались давайте поехали по по самой интересной части про вечерний уход я вам расскажу расскажу как я его обычно строю после этапа тонера эссенции что начинается дальше дальше начинается самое интересное и сейчас я использую следующие продукты иногда если вдруг мне хочется увлажнение какого-то дополнительного если вдруг мне не хватает после тонера например увлажнение есть ощущение что кожа немножко раздражена что хочется чего-то более такого интенсивного чем просто эссенции просто уход а если есть время то я могу сделать увлажняющую маску маски у меня сейчас смываемые я сейчас не говорю про тканевой маски у меня их сейчас 2 первая маска это новинка от компании сенсой называется hydra change mask она выглядит вот так я тоже показывала в предыдущем ролике она кремовая и она действительно прекрасно увлажняет кожу я ее использую на нанося на тоник и где-то примерно минут пятнадцать я могу с ней быть потом я и снимаю полотенцем влажным и лицо остается просто невозможно крутое очень увлажненная классная вещь не бюджетная но очень-очень хорошая и правда работает на все сто есть еще очень странная маска от компании josh rose brook это органический бренд который делает на самом деле интересные довольно хитовый продукт я могу сказать что я эту маску увидела у кого-то тоже из англоязычных эко-блогеров мне очень было интересно попробовать я ее попробовала после коробочки beauty heroes и она крайне странная ее странно заключается в том что у него такая вот совершенно какая-то необычная консистенция видите да она очень плотная она похожа на не знаю на бальзам какой-то я достаю ее лопаткой здесь кстати всего 20 22 миллилитра она очень маленькая я наношу ее лопаткой на ладони буквально немного растирая между рук вот так и потом уже разогревая наношу на лицо она при контакте с кожей начинает превращаться в масло и это очень очень крутой эффект и очень крутое ощущение когда у тебя на коже есть что-то похожее на масло но не масло на более какая-то более какая-то особенная что ли чем просто масло я где-то наверное могу с ней минус 40 ходить и потом так же теплым полотенцем просто его приложив на лицо снимаю остатки и конечно кожа просто поет она шикарная я не могу сказать что она мастхэвная я не могу сказать что без нее нельзя жить но она клёвая это единственное пока средство которое я могу вот ну однозначно посоветовать от данного бренда потому что все остальное такое немножко странное вот дальше дальше увлажняющая сыворотка сейчас вечером я использую вот такую вот вещь от компании эквал мне очень нравится линейка с бета-глюканом как вы знаете бета-глюкан это ингредиент который является очень интересным в плане увлажнения он действительно может вам дать больше влаги чем гиауроновая кислота он способствует тому что влага удерживалась в слоях и это идеальный ингредиент для тех у кого кожа возрастная я кстати довольно давно уже наверное ну сколько лет назад снимала уже видео про клеерс говорила об этом компоненте потому что в составе продуктов клеерс тоже есть этот компонент но здесь он конечно смешан с маслами и вещь называется ультра мостер милк ойл и это действительно такое молочко масляное молочко классная пипетка вот такая вот белая какая-то эмульсия наверно что-то подобное всего две капли нужно для того чтобы средство впитало для того чтобы средство напитало лицо и я хочу сказать что конечно результат после использования ну невероятный я две капли капаю на ладони все средства наношу сначала на ладони потом растираю их вот такими движениями наношу на лицо очень крутое лицо после использования это средство может заменить вам в принципе сразу и масло и сыворотку или масло и эссенцию какую-то потому что оно такое знаете многофункциональное и мне кажется что однозначно сможет быть например в рамках зимнего ухода когда мы говорим про температуру типа там минус 10 например так и дальше после этой сыворотки я наношу как правило либо обязательно делаю перерыв перерыв примерно минут 15 я делаю для того чтобы она полностью впиталась я наношу у меня есть несколько альтернативных вариантов либо наношу ретинол сейчас я использую ретинол всего лишь второй раз буду использовать от компании la roche позе у меня была сыворотка о дерма сьютик она мне очень нравилось но она закончилась к сожалению поэтому я сейчас в поисках нового ретинола этот ретинол буду использовать планирую использовать до конца потому что фишка ретинола конечно в курс использования желательно каждый продукт завершать использовать до конца для того чтобы понять все таки но сам результат вы получаете в целом от приема ретинола через три примерно месяца как минимум то есть не стоит ждать результата через два дня его точно не будет либо он будет но не тот который вы хотите получить поэтому имейте терпение когда вы общаетесь с ретинолом у меня ридермик эр очень известное средство я в принципе после одного за теста довольно результатом и могу сказать что абсолютно меня ничего не смущает в этом средстве он очень хорошо увлажняет при этом когда ты накладываешь его вот на эту увлажняющую базу из тех средств которые я уже показала он активно работает он никуда не скатывается и лицо на утро было очень приятно поэтому я продолжаю использовать либо после этой сыворотки я могу нанести ночной крем от рен в зависимости от того какой у меня сегодня день кислотный или ретинол называется это средство wake wonderful night time facial и эта вещь которую я вам очень рекомендую попробовать это ночной крем с кислотами он прекрасно работает как полирующий он хорошо увлажняет но при этом он из тех средств которые что-то делает с вашей кожей он каким-то образом там на шаманит и вы просыпаетесь просто с гладким ровным красивым тоном лица мне очень нравится эта вещь несмотря на то что он не бюджетный я бы его вновь повторила вот и если мне все-таки хочется просто какого-то увлажнение не хочется вообще ничего активного хочется просто чтобы кожа была комфортно сухо тепло и комфортно как говорится в рекламе да я буду использовать вот такой вот крем от компании косы rex это балансиум мне он тоже очень нравится это керамида про него я более подробно рассказывала в одноименном видео про косы rex для глаз сейчас у меня средство от компании сенсай я очень его люблю люблю его в первую очередь за то что он на сто процентов удовлетворяет все мои потребности он используется может быть использован как дневной так и в вечернем уходе но я его исключительно в вечернем уходе сейчас использую не потому что он скатывается просто потому что мне с ним так удобно он вот такого достаточно плотный но при этом он не скатывается и его знаете не много и не мало вот с ним хорошо это одно из тех средств которые точно знают что сработает так как тебе нужно и и все собственно говоря весь уход я делаю примерно за полтора часа до сна минимум за час лучше если вы сможете закончить его чуть раньше с утренним уходом все гораздо проще поэтому я его покажу вам гораздо быстрее очищаю я утром лицо либо кремовой вот такой вот умывалка которая продается на хербе с абрикосом здесь масла в составе она прекрасно совершенно работает идеальный клинсер для утреннего очищения иногда когда на меня находит что-то я могу умыться вот таким вот тоже очищающий такой пенкой от компании хиджи не обязательно это может быть вот такой вот молочко то есть иногда это просто что-то деликатное что меня устраивает и мне нравится после умывания с утра у меня уже какой-то ритуал я использую вот эти педы от компании тосу вон протираем свое лицо они очень красиво сияние придают прекрасно увлажняют и где-то минут 15 я могу делать перерыв пока там занимаюсь своими домашними утренними делами после этого когда полностью лицо высохло я наношу витамин c витамин c у меня сейчас закончился дермосютик и я в принципе в поисках какого-то интересного витамина пока использую drunk elephant мини версии у меня есть вот такая знаменитый пьяный слон знаменитая вещь с аскорбиновой кислотой 15 процентов аскорбиновой кислоты в составе хочу сказать что по формуле этот витамин очень похож на дермосютик он тоже немножко маслянистый он тоже не сразу впитывается но если сравнивать я обязательно сделаю это сравнительное видео дермосютик немного более увлажняющий несмотря на то что там есть спирт здесь спирта нет но она все-таки версия такая более не то что агрессивная но наверное более подсушивающие в накопительном эффекте мне кажется этот результат будет еще более очевиден пока вот мини версия то есть сами понимаете недолго использую но мне комфортно с ним мне нравится этот витамин c и никакого запаха постороннего который бы меня раздражал я не ощущаю он чем-то пахнет но я не могу сказать что мне это напрягает потом я использую тонер сейчас у меня из фаворитов тонер от компании тям с центеллой довольно кстати бюджетный продукт который прекрасно увлажняет а в два слоя мне его просто за глаза и за уши достаточно то есть он не несмотря на то что он жидкий его немало он очень хорошо увлажняет кожу десять процентов центелла состав неплохой поэтому если ищете что-то довольно бюджетное при этом достойного качества я советую после того когда она наш нанесла этот тонер я даю ему полностью впитаться если очень хочется но это бывает очень редко я могу нанести еще и сенсию но повторяю мне как правило после витамина c и двух этапов тонера становится уже хорошо и я дальше могу себе позволить нанести просто сыворотку сыворотку сейчас я с огромным удовольствием использую от компании кадали обалденная вещь которая работает на мне просто вот на сто процентов это ресвератрол лифт она сразу придает коже во первых увлажнение и сразу же она становится когда-то более упругая более подтянутая вот эти сыворотки вайна актив не устану повторять и вот это на мне работают просто как я не знаю не просто мои мои я с удовольствием их повторю вновь текстура такая кремовая немножко при этом он быстро впитывается этот продукт и более того я вам скажу я вмешаю эти вещи с маслами мне очень нравится сейчас формат масло плюс сыворотка в этом на самом деле есть очень много смысла поверьте мне я использую сейчас два масла в зависимости от потребностей несмотря на то что это утренний уход я буквально две-три капли могу капнуть смешав на ладони с этой сывороткой из масел что нравится нравится вот это вот от бренда бон-эйр это корейский бренд который работает по французским рецептура у них совсем совсем немножко продуктов в линейке и у них все очень супер натуральная состав потрясающий это с гвозуленом с ромашкой голубого цвета нереальный флакон нереальное оформление дорогой но клёвый продукт и мне очень он подошел а еще очень нравится от кодолива инактив масло у него единственный минус это его запах но я вообще окей с этим ароматом он такой травяной он для тех кто любит все вот это это я думаю что вам понравится это более сухое масло считается ночным маслом но я его мешаю с сывороткой буквально в двух-трех каплях смешивая и в принципе мне очень очень комфортно наношу все вот эти средства как правило где-то за час как минимум до выхода если вы выходите на улицу и пытаетесь вот прям только что нанесли сразу же будете там выходить условно это масло лучше не брать лучше взять масло вот такого плана после когда сыворотка впиталась тоже буквально там 5-10 минут я чем-то своим занимаюсь и дальше у меня крем для зоны вокруг глаз сейчас очень нравится вот этот легчайший продукт от компании айзенберг это единственное средство из последнего что видела я которое можно наносить на подвижное веко компания себя так позиционирует у него очень легкая текстура он прекрасно работает как база под макияж и я хочу сказать что он действительно на мой вкус освежает немножко зону вокруг глаз и убирает отечность и дальше уже крем если я знаю что я буду выходить на улицу то я обязательно нанесу сразу сенсари обожаю этот крем он уже почти закончился но я его крайне любила он прям стоит своих денег друзья у него какая-то совершенно феноменальная текстура и это вещь которая придает оттенок персиковой вашей коже и она сразу начинает сиять если у вас тускай цвет лица это просто идеальная вещь для вас второе средство которое я наношу если я дома и буду выходить на улицу типа там часа через три например это компания или мисс и крем называется про коллаген marine крем это вещь легендарная в своем роде меня только ленивый не спросил про мое мнение относительно этого продукта я решил что мне точно надо его пробовать и все-таки решил попробовать в наборе у него очень приятный достаточно яркий запах который не могу сказать что всем понравится но меня он абсолютно не раздражает я бы даже сказал что он мне тоже нравится у него легкая текстура такая немножко гелевая то есть легкий легкий крем который впитывается очень быстро и сразу тоже на мой взгляд как-то подтягивает кожу она просто становится более упругой тактильно нравится не уверена пока что стоит своих денег но использовать крайне приятно это средство и перед выходом обязательно тогда нанесу солнцезащитный крем это клеерс у меня от клеерс из их последней линейки последняя вот эта солнцезащитная версия линейка отбеливающая которая имеет в своем составе витамин c еще и витамин е линейка я имею ввиду продуктов да и вот еще появилось третье средство очень нравится текстура кремовый но при этом быстро впитывается дает дополнительное увлажнение не скатывается и хорошо защищает здесь химический фильтр я писала про него тоже в инстаграм это все единственное средство которое не показала это мои автозагарной капли тоже очень много было вопросов отношения этого продукта я использую для тела версию она более концентрированная чем для лица но меня это не смущает я наношу две капли примерно раз два в неделю и в принципе мне достаточно это для того чтобы поддерживать тон который меня устраивает капаю только в крем и смешиваю на ладони и наношу на лицо как правило делаю все эти манипуляции вечером друзья это был весь мой уход я думаю что в это видео надеюсь окажется кому-то полезным надеюсь что вы поняли правильно мой посыл что это моя капсульная такая база куда я могу какие-то элементы добавлять что-то убирать что-то менять и так далее поэтому если у вас появились вдруг вопросы по продуктам я буду рада на них ответить под видео и заглядывайте ко мне в инстаграм там очень много всего интересного происходит увидимся с вами новым видео до скорых встреч пока